Вы смотрите программу «Губерния» и вот главная тема выпуска. Ивановская мэрия через суд принуждает владельца бывшего кафе «Марсен» расстаться и с землей с постройкой. Напомним некоторые скандальные детали, связанные с этим зданием. Ивагони, Водох и НСВО вместе. Братья-десантники рассказали о службе бок о бок на передовой. Шуянина будут судить за то, что он в пьяном угаре систематически избивал своих троих детей. Видео побоев выложили в соцсеть. Семь домов культуры отремонтируют в этом году в области в рамках нацпроекта. Как после восстановления работает дом культуры в селе Первомайский Кенишемского района, расскажем. Салют из окон автомобиля, горящие на ходу машины и огненные бани – хроника происшествия через несколько минут в нашем эфире. В Ивановском цирке прошел благотворительный показ для семей участников СВО. А мы поддерживаем аплодисментами только в цирке Ивановском. Особые поздравления от семиметрового Багира. Он дарил поцелуй и делал прически. Вернуться назад в прошлое легко. Например, можно посредлять из лука. В старинном селе Песцово прошел фестиваль молодецкой удали и забав «Славя». А как это было, расскажет Юлия Семина. Приближение весны почувствовали обитатели Ивановского зоопарка. Журавли выписывают любовное ПДД. А в Рысином вольере появилась необычная Саше. Для какой надобности – об этом узнаете в нашем выпуске. Прямо сейчас об этих и других событиях подробнее. В студии Алина Марычева. Здравствуйте. И начнем эфир с трагичной новости. Стало известно еще о четырех погибших на СВО жителях Ивановской области. Это Артем Горбунов, Максим Волов, Алексей Мальков и Дмитрий Авдошин. Губернатор выразил соболезнования семьям героев. Гранатометчик мотострелкового отделения Артем Олегович Горбунов и командир мотострелкового взвода Максим Николаевич Волов служили в воинских частях других регионов. Разведчик-оператор взвода беспилотных аппаратов Алексей Юрьевич Мальков и командир отделения парашютно-десантного взвода Дмитрий Андреевич Авдошин проходили службу на территории Ивановского гарнизона. За проявленные героизм и самоотверженность при исполнении воинского долга ивановские бойцы награждены орденами мужества посмертно. Станислав Воскресенский поручил оказать всю необходимую помощь родным погибших. Самолет, который базировался в Иванове на северном аэродроме, потерпел крушение. Об этом стало известно из сообщений военных корреспондентов вечером 23 февраля. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о падении летательного аппарата в районе хутора Трудовой Армении. В соцсетях позднее появилось видео предполагаемого попадания ракеты в борт и последующего пожара на месте падения. Речь идет о самолете дальнего радиолокационного обнаружения и наведении. В январе над Азовским морем был потерян еще один А-50. Минобороны эти воздушные ЧП не комментировало. Министерство обороны опубликовало видеоинтервью с двумя братьями-десантниками. Это ивановские ребята, которые сейчас находятся в зоне СВО. Струна и кувалда – это их позывные пулеметчики подразделения ВДВ. Братья-десантники рассказали, что на передовой оказались не случайно. Примером для них послужил их старший брат, который с самого начала участвует в военной спецоперации. И они, вдохновившись его примером, отправились на СВО вдвоем. С детства как бы старались вместе с другом другом держаться. Когда везде поддерживаем друг друга, помогаем. Тягу-то продлеваем вместе. С детства мечтал именно служить в воздушных садах, в войсках. Войска элитные, всегда везде первые. И к другим темам. Убийца медсестры Есени из Кинишмы так и не выступил с последним словом. Принято решение возобновить судебное следствие. В убийстве, совершенном с особой жестокостью, обвиняется муж Есени Лобаковой. Год назад он на протяжении целой ночи издевался над девушкой. Один из первых ударов ножом парализовал Есению, но она оставалась в сознании. Ее супруг продолжал резать, колоть, бить и унижать свою жертву. Прокурор в прениях запросил для Лобакова 21 год колонии строгого режима. Сам подсудимый рассчитывает на более мягкое наказание, вину признает частично. В понедельник он должен был выступить с последним словом. Однако гособвинитель попросил суд исследовать обстоятельства, связанные с состоянием здоровья подсудимого. И в результате было принято решение возобновить судебное следствие. Несколько автомобилей горели в праздничные дни в Иванове. Одна машина и вовсе извергалась фейерверками. О ЧП и другом сейчас расскажу подробнее. Ночью 22 февраля пожарным поступило сообщение. Горит Лексус. Произошел пожар на улице Куконковых. Как установили сотрудники дознания, это был поджог. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент. Неизвестные подбежали к авто, облили жидкостью, подожгли и убежали. Автомобиль сгорел на площади 8 квадратных метров. 23 февраля также на Куконковых районе Евроленда автомобиль загорелся прямо во время езды. Водители, прохожие пытались потушить авто самостоятельно, но не получилось. Поэтому вызвали пожарных. Выгорел один квадратный метр машины. Еще один автомобиль горел в районе улицы Держинского. Произошел пожар около 16 часов в воскресенье у супермаркета. В припаркованной машине вспыхнул моторный отсек. Пожар спецслужбы потушили буквально за 4 минуты. Вероятной причиной стало короткое замыкание проводки под капотом. Горели не только автомобили, но и бани. Только за последние сутки пожарные потушили три мыльни. В Песцове, например, перегрелась печь и загорелся утеплитель. В селе Ермули на огонь охватил не только баня, но также рядом стоящий сарай. Общая площадь 30 квадратных метров. Еще немного и пожар бы перекинулся на хозпостройку. А там были три баллона с газа. Их успели вытащить, а саму постройку отстоять. В Иванове на революционной улице пожарным пришлось тушить и баню, и беседку. Общая площадь пожара 56 квадратных метров. Благодаря бдительным соседям удалось избежать крупного пожара в родниках. 24 февраля в одной из квартир на улице Гагарина загорелся диван. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Оказалось, причиной задымления стала непотушенная сигарета. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Еще об одном пожаре стало известно благодаря умной системе. Огнем охватило дом в Ивановском районе. Было раннее утро, хозяин дома проснулся от сигнала на телефон. Система «Умный дом» сообщила, что в здании повышается температура. Тогда он собрался и поехал в деревню проверить, все ли в порядке. Но по пути система его уведомила, что температура выросла до 60 градусов. Хозяин все понял и вызвал по пути пожарных. Они с трудом проехали к месту ЧП, и воду пришлось подвозить с СССРными, потому что ближайший источник был в 4 километрах. Дом сгорел. У дознавателей есть две версии, почему произошел пожар. Короткое замыкание или печь. Ну и на сладкое в Иванове неизвестный устроили салют прямо из автомобиля. Засняли это прохожие в районе площади Пушкина 23 февраля. Автофейерверк, очевидно, был устроен по случаю праздника. Внимание салютующие точно к себе привлекли. В Ивановской области отец несколько лет истязал троих детей. Сейчас расследование уголовного дела завершено. В скором времени его передадут в суд. Мы рассказывали о жестоких методах воспитания в прошлом году. Коротко напомню. 38-летнего жителя Шоя обвиняют в истязании несовершеннолетних, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию, угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью. Одна из сцен жестокого обращения с детьми в прошлом году попала на видео и была опубликована в соцсетях. У Шоянина тро несовершеннолетних детей. 12-летний мальчик и две девочки 14 и 6 лет. По версии следствия, родной отец избивал их, как правило, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Происходило это систематически в течение нескольких лет. Следователями установлено, что в феврале 2022 года мужчина даже грозился зарезать свою старшую дочь. Сейчас на экране то самое видео, опубликованное в соцсетях. Своими действиями фигурант причинил сыну тяжкий вред здоровью в виде психического расстройства в форме посттравматического стрессового расстройства, комментируют следователи. Сейчас Шоянин находится под стражей, он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разные преступления. Шуйский детский сад номер 36 выплатит более 400 тысяч рублей за то, что воспитатель оставил ребенка без присмотра и тот в это время получил травму. В суд с иском обратилась мама детсадовца. Рассказала, что 20 июля 2023 года ребенок был в группе без надлежащего присмотра. Получил травму руки. Однако воспитатель не сообщил об этом никому и не обратилась к медикам. Родители ребенка потребовали компенсации морального вреда. Представители детсада отрицали факт несчастного случая и просили суд в иске отказать. В ходе заседания суда были изучены письменные доказательства, видеозаписи, показания свидетелей. И был установлен факт причинения вреда здоровью ребенка средней тяжести. В итоге суд решил назначить компенсацию морального вреда в 400 тысяч и, кроме этого, взыскать шуйского детского сада еще более 50 тысяч рублей, как возмещение расходов по проведению судмедэкспертизы. Пока что в законную силу решение суда не вступило. Ивановская мэрия через суд принуждает владельца бывшего кафе Марсен расстаться с землей с постройкой. Первое заседание состоится уже через неделю. Это здание строили со скандалом. Открыли кафе, но популярностью оно не пользовалось и продержалось недолго. Потом помещение сдавались в аренду. Шесть лет назад городское руководство впервые заявило о том, что планируют изъять земельный участок вместе с постройкой для муниципальных нужд. Я думаю, что мы в ближайшем будущем закончим проект планировки земельного участка и есть необходимость перенести остановочный павильон немного поглубже и тогда, соответственно, мы будем сносить эту постройку. В минувшем мае было принято соответствующее постановление. В рамках реконструкции площади Пушкина предполагается обустроить дополнительное полосу движения и, соответственно, перенести остановку. О намерениях выкупить землю и постройку мэрия проинформировала собственника. Однако ответа не получила. Сейчас администрация обратилась в суд с иском о принудительном изъятии земли и строения для муниципальных нужд путем выкупа. Всем домов культуры отремонтируют в этом году в области. В прошлом году в федеральную программу вошло учреждение в селе Первомайский Кенишемского района. Капремонта там не делали с момента постройки здания. Как преобразился ДК, расскажет Марина Зенина. Здание Дома культуры в селе Первомайский построили в 1950 году. Сотрудники старались поддерживать его в порядке. В 2018 здесь освежили пространство, провели косметический ремонт. Продолжала предательски подтекать крыша. На полы страшно было смотреть. За 70 лет полы в концертном зале прогнили. Сотрудники боялись, что зрители попадут в щели каблуками и получат травму. Было холодно. Теперь здесь комфортно. Узеркал регулярно проводят занятия по хореографии. Капремонт по нацпроекту «Культура» начали прошлой весной. Учреждение продолжало работать. Сотрудники проводили мероприятия. Восстановление кровли и полов обошлось почти в 8 миллионов рублей. Обновленные помещения привлекают всех от мала до велика. Проводят даже занятия для дошкалят. У них есть уроки, у них есть звонки с уроками на урок. Все как в настоящей школе, только уроки отличаются от школьных тем, что у нас творческие они. Это студия прикладного искусства, занятия музыкой, занятия танцами, занятия театральным искусством. Ну, такое начинающее актерское мастерство. Массовые мероприятия за год собирают около 6 тысяч человек. Регулярно ДК посещают около 250 человек. Самая насыщенная культурная жизнь у ветеранов. В обновленных помещениях чаще рождается вдохновение. И мы можем заниматься в прекрасных залах. Там суставная гимнастика, самомассаж. Занимаемся всем. От театральных постановок до какого-то хорового пения, каких-то изготовлений поделок. В этом году по нацпроекту «Культура», разработанному в рамках реализации указа президента, в области планируют отремонтировать еще 7 культурно-досуговых учреждений. Выбирают их по значимости и численности населения ближайших сел. На эти цели выделено 47 миллионов рублей. И свое обновление получат два дома культуры в Южском районе. Дома культуры в Фурмановском, Приволжском и Родниковском районах. А также капитально будет модернизирован дом культуры в селе Мыт, Верхнеладиховского района. И будет отремонтирована кровля дома культуры в Пистяковском районе. Еще одно условие подачи заявки на федеральную субсидию – готовая проектно-сметная документация. Всего за последние пять лет в регионе отремонтировали 38 домов культуры. Марина Зейна, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Сейчас у нас короткая реклама. Вот о чем расскажем после нее. Вернуться назад в прошлое легко. Например, можно пострелять из лука. В старинном селе Писцово прошел фестиваль молодецкой удали и забав «Славия». А как это было, расскажет Юлия Семина. Приближение весны почувствовали обитатели Ивановского зоопарка. Журавли выписывают любовное ПДД. А в рысином вольере появилась необычная саше. Для какой надобности об этом узнаете в нашем выпуске. В эфире программа «Губерния». Мы продолжаем. В регионе началась подготовка к весеннему севу. В этом году, согласно прогнозам, изменится структура посевных площадей. Обновили парк сельхозтехники. Больше, чем в прошлом году заготовили семян зерновых и зернобобовых, значительно выросла обеспеченность семенами картофеля. Посевные площади в этом году составят 200 500 гектаров. В частности, увеличатся площади подпосевы зерновых. Больше посадят технических культур – картофеля и овощей. Сохранность озимых культур почти 100%. Состояние оценивают как удовлетворительное и хорошее. В настоящее время сельхозтоваропроизводители техникой обеспечены в полном объеме. Для этого в прошлом году предоставлялись субсидии на компенсацию первоначального взноса по приобретению предметов лизинга. Соответственно, они этой мерой пользовались. Направили им больше 100 миллионов рублей на эти цели. В апреле до 1 мая мы планируем довести зерновую субсидию в полном объеме и субсидию на поддержку овощеводства. Соответственно, рассчитываем, что своевременное доведение средств до конечных получателей скажется благоприятно на посевной компании. Семьи участников специальной военной операции побывали в Ивановском церкви на благотворительном представлении. Изюминкой показа стало знакомство с дрессированным жирафом. Он дарил поцелуи дамам, а воинам делал модельные прически. О том, как это было, расскажем далее. Для кого-то праздник начинается уже в фойе с мороженого и грушек аквагрима. Но большинство спешит в зал занять места. Приглашение получили более полутора тысяч человек. Компания Росгосцирк на постоянной основе проводит благотворительные представления для семей участников СВО. И в том числе День защитника Отечества мы не могли пройти стороной и не пригласить наших защитников Отечества к нам сегодня в цирк. Благотворительные показы прошли в этот день в разных регионах страны. В Иванове защитникам, их детям, женам, родителям подарили программу «Жираф-шоу». В свою очередь руководству Ивановского цирка вручили благодарственные письма от губернатора и командира 98-й десантной дивизии. Жонглеры, эквилибристы, конные акробаты. Цирковое шоу увлеченно смотрели и взрослые дети. Но гвоздем программы, конечно, был Багир. А мы поддерживаем аплодисментами. Только в цирке Ивановском. Семиметровый артист оказался любителем женщины и с удовольствием раздаривал поцелуи. Правда, не просто так, а за сухарик. Сухарик вкусный, он волосатенький такой, интересный. Не обслюняли? Ну, немножко было. Не обделили вниманием и защитников. Мужчин пригласили сделать укладку. А во втором отделении зрители встретились с хищниками. На манеже для них выступали тигры и белый алжурский лев. Последний раз я была в детстве, честно говоря. Очень довольна представлением, в таком восторге. Малышка вообще у меня первый раз в жизни. Я, конечно, думала, что немножечко посидим и уйдем. Но она в одно дыхание смотрит, хлопает. В общем, спасибо большое. То есть на второе отделение остаетесь? Остаемся, да, однозначно. Ну, сегодня очень даже круто. Очень даже понравилось. А больше всего запомнился жираф, наверное? Да, жираф. Пожалел, что детей не звали прически делать? Немножко, да. Есть такое. Артисты цирка подарили ребятам прекрасное представление и подарили им замечательное настроение. Дети увидели единственного в мире дрессированного жирафа Багира. Одна из главных задач сейчас – это поддержка наших бойцов, защитников и членов их семей. В единстве армии и народа – сила России. С 20 по 25 февраля на благотворительных цирковых представлениях в разных регионах побывали более 20 тысяч человек. Татьяна Прокопенко, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Команда Гаврилова Посадского района стала второй на межрегиональном турнире по хоккею с мячом. Традиционные зимние состязания прошли в райцентре в минувшую субботу. В Гавриловом Посаде русский хоккей стал популярной и любимой зимней игрой еще в 70-е годы прошлого века. Уже тогда в райцентре каждую зиму заливали футбольное поле, превращая его в каток. На льду сражались фабричные городские парни. Позапрошлым году в память о ветеранах хоккея на городском стадионе установили мемориальную табличку. Хоккейные турниры в Гавриловом Посаде переросли в районный уровень 2000-х. Сначала стали собирать команды со всей области, а сейчас уже принимают и клубы из других регионов. В этом году в межрегиональном турнире приняли участие любительские команды «Вязники» из Владимирской области, «Стекс» из Нижнего Новгорода, «Старта» с Костромской области и «Хозяева» команда «Труд». Игры проходили по круговой системе, каждая в два периода по 20 минут. Давай, 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 пошли! Местный стадион помогали подготовить к играм неравнодушные жители райцентра и военные с 54-й ракетной дивизии. По итогам турнира первое место заняла команда «Старт» из Нерехты. На втором – Гаврилово-Посадская команда «Труд», на третьем – «Стекс» из Нижнего Новгорода. Позвонить в колокола, пострелять из лука и даже отлить свинцовую пулю – все это можно было попробовать на фестивале «Славия». Он прошел в старинном селе Песцово Комсомольского района в эти выходные. А как это было, расскажет Юлия Семина. Добро пожаловать на фестиваль! Угощайтесь хлебом да солью! Проходите, гости дорогие! Барабанная дробь, деревянный чистокол и традиционные угощения. Именно так встречает старинное село Песцово гостей. Пожалуйста, вот у нас бутербургики, видите? И с красной икрой, и с черной, и с заморской баклажановой. Один рецептик-то расскажите. Ни за что. Ни в какую. Ни в какую. Выращивайте все на огороде, блендером перемалывайте, и все будет у вас хорошо. И счастье придет в ваш дом. Еще один рецепт хорошего настроения – заводные частушки. Ой, девки, беда! Куда мне деваться? По колену, брата, лезть, целоваться! Сам фестиваль проходит уже третий раз. Песцовскую землю выбрали неспроста. Село Песцово датируется впервые в 1568 год. Поэтому мы решили мощь, славу, историю нашей ратной жизни страны сделать вот такой фестиваль. Получается настоящая богатырская сказка. Налево пойдешь – традиционную русскую кухню встретишь. Направо – секреты военной техники узнаешь. А для еще большего погружения в историю – запевай песни. Заберу с собой я земли ценусь. Пусть она в чужой здании меня спасет. Такой праздник гостям точно по душе. Тому подтверждение довольные лица. Все супер. Очень даже хорошо. Почаще бы так, да. Думаю, как бы не первый год здесь. В этом году сначала вот получилось. Самое интересное здесь, как оказалось, для детей наших, военная техника и оружие. Улыбки и смех – главные эмоции. Что же дальше? А дальше сейчас увидим, какие будут эмоции. А вот и продолжение. Вашему вниманию показательные выступления от Тейковской ракетной дивизии. Испугались? Да, ну как-то неожиданно, да, просто громкие хлопки. А так нет, мы в прошлом году были на этом празднике, просто мы ждали его, кстати. А ты испугался? Нет, я вообще не испугался, только уши заложила и все. Вы не напугали вас? А? Ничем не напугаешь? Мы уже все это прошли. Мне год служили, а два. Вообще круто, да, все понравилось. Не испугались? Нет. Внизу пустила, пустила. Нет, никак нет. Множество интерактивных зон. Каждый желающий мог узнать, примерить и даже потрогать оружие, доспехи воинов Древней Руси. Пробовали и пострелять из лука, а еще отливали пули. Главный компонент – свинец. Ему нужно пару минут сильного нагрева, чтобы принять форму. А чтобы еще больше погрузиться в атмосферу праздника, можно позвонить в колокола. В правую руку берем за звонные, в левую – подзвонные. Вот такое вот трезвоние получается у нас с первого раза. У руля – руководитель школы церковных звонарей города Воскресенска. Сергей Медведев посвятил любимому делу больше 15 лет. Обучался в Москве. В этот Новый год сопровождал колоколами концерт в Кремлевском дворце. Поделился своим опытом и с нами. Сыграл вальс колоколов. Такая композиция по силам только семи звонарям в России. Завершился фестиваль «Славия» огненным шоу «Русь» в исполнении группы «Пилигрим» из Ярославля. В следующем году праздник планируют провести в поле. Юлия Семина, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Обитатели Ивановского зоопарка уже почуяли весну. У журавлей открылся брачный сезон, а хищники отрабатывают навыки охоты. Кстати, зимой тысячи туристов приезжают на остров Хоккайдо, чтобы увидеть танец японского журавля. Согласно древним легендам, это великолепное зрелище сулит счастье. Ведь этот танец исполняет сам посланник богов. Так восточная Азия называет журавлей. Как отмечают ивановские зоологи, журавли танцуют в течение всего года. Но особенно активно и красиво танец выглядит именно в брачный период. В конце февраля он начинается у японских журавлей. В Марсе можно будет наблюдать танцы у стерхов и серых журавлей. Самое интересное, танцам птиц никто не учит. У журавлей ухаживание за самкой в виде грациозных пироэтов и фигур заложены на генетическом уровне. В апреле японские журавли приступят к строительству гнезда и сделают кладку. Птенцы появляются на свет, как правило, в конце весны или в начале лета. Еще одно наблюдение, которое в эти дни могут заметить посетители Ивановского зоопарка. В новых апартаментах рыси специально подвешивают ароматные мешочки, которые наполняют травой и шерстью из вольеров, где задержатся порнокопытные животные или грызуны. Увидев новый предмет, а главное, учуяв новые запахи, у хищников, как в дикой природе, пробуждается заложенный инстинкт к охоте на потенциальную жертву. Со временем сотрудники собирают для семейства рыси новые мешочки со свежим ароматным содержимым. А сейчас о погоде. Расскажем, какие температуры обещают синомстики на ближайшие сутки. Хорошая цена – это когда вовремя. Только с 26 февраля по 10 марта. В Унидоме оптовые цены на фарфор. Во вторник в нашем регионе нас ждет облачное с прояснениями погоды. Температура воздуха днем в районе 0 градусов. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы составит 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%. По прогнозам синоптиков, к середине недели еще немного потеплеет. Временами небольшие осадки. Сразу после новостей объявление в городской хронике. Если у вас есть тема для репортажа, интересное видео или замечания, пишите нам на сайте Иванова Ньюс в разделе «Контакты» и в группы Барса в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники. Также обращайтесь в мессенджеры. Телеграм, вайбер, ватсап по номеру, который видите на экране, или звоните по нему. Я с вами прощаюсь и желаю удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok